Сейчас мы будем делать рыбные котлетки или кусочки. Тут по-разному можно делать котлетки, рыбные кусочки. Так как сейчас идёт пост, рыбу нельзя. Мы делаем просто имитацию рыбы. Для этого мы берём три карташины, берём тофу, пачку, берём морские водоросли. У меня просто оказалось дома морские водоросли. Так можно листы нори. Берём немножко соли и берём масло. Я делаю на таком кукурузной оливке, можно на подсолнечном. Всё вот это тофу мы разрезаем, разминаем. Картошку мы режем на маленькие кусочки. И вот в таком блендере его взбиваем. Так, чтобы получилась картофельная вода. Вот так мы порезали тофу и порезали картошку. Теперь картошку мы будем складывать в такой блендер. Всё её сейчас сложим и потом будем взбивать. Вот такая смесь у нас получилась в блендере. Вот если не взбивается картошка, то можно чуть-чуть добавить воды. Потому что всё равно сейчас мы будем ложить её на марлечку, блюдце, и в блюдце ложить марлечку и остаточную воду отжимать. Вот так мы слили блюдце, положили туда марлю, положили туда картошку, которая у нас была в блендере. Вот сейчас мы будем эту марлечку стягивать и отжимать лишнюю воду. Вот такой у нас получился. Значит, смотрите, вода отжатая через марлечку. И вот такой картофельный жмых получился. Я его чуть-чуть спрыснула яблочным уксусом. Обычно вот такой вот яблочный уксус 6% чуть-чуть сверху спрыснула. Для чего? Оно вкус, конечно, не даёт, но он не потемнеет. Понимаете, картофель имеет такую способность темнеть. Он останется такой, с таким же светлым цветом. Теперь то же самое. Я начинаю проделывать с тофу. Можно её размять ложкой. Ну, кто по-разному. Я попробую опять в таком же блендере. Вот у меня готово моё тофу уже. Так что, кто может в блендере, ну, по-разному, кто, у кого как получается. Знаете, кто в блендере, кто не в блендере. То есть, в любом случае, кто толкушкой, кто, я не знаю, вилкой. Ну, вот в любом случае, вот такая консистенция должна получиться. И в это всё будем сейчас добавлять картофельный жмых и потом морскую капусту. Вот получилась смесь. Я перемешала картошку с тофу. Добавила кукурузную, столовую такую ложку кукурузного крахмала. Крахмал у меня безглютеновый. Вот. Теперь мы добавляем соль. Просто так вот на вкус. Знаете, у каждого по-своему. Добавляем какие-то специи, перчик. Кто что хочет. Любую какую-то траву добавляем. И сейчас я буду резать морскую капусту. Маленькими-маленькими кусочками. Она у меня сухая. Вот такая морская капуста. Она сухая. Продается в супермаркете. Я её сейчас буду мелко-мелко ножничками. Кто кофемолки может размолоть. Я ножничками их порежу, чтобы она там кусочками у меня была. В этом тесте, который я замешиваю с тесто. Вот так выглядит тофу с картошкой и морской капустой. Всё это сейчас я буду промешивать хорошенько. А потом из этой всей смеси буду делать котлетки. Здесь я яиц не добавляю. Конечно, кто хочет, то может, конечно, яйца добавлять. Но это еда для посту и для вегетарианцев. Вот с этого теста формируем вот такие вот котлетки. Вместо морской капусты лучше, конечно, ложить листья нури. Они более такой рыбный вкус придают, чем морская капуста. Но морская капуста в любом случае должна быть сухая. Вот тут даже написано, видите, для салатов посухая. Вот у неё тоже такой специфический вкус морской. Оно нурит такой более сильнее. Ну, в любом случае, делаем вот такие вот котлетки. Вот. И обжариваем. Желательно не толстые их делать, потому что всё-таки там внутри находится картофель. И он должен обязательно запечься. Всё это дело перемешали. И ложим на горячую сковородку. Добавляем туда либо растительное масло. Я опять-таки пользуюсь смесь оливков с кукурузным. Вот такие котлеточки получаются. Даже когда они жарятся, уже идёт такой аромат, как будто рыба такой, знаете, аромат от подростей, как будто рыбный аромат. Вот. Сейчас прожарится и будем пробовать. Вот такие получаются котлетки. Я уже, как бы прежде, чем вам показывать, вкусно или нет, вот такой разрез у них идёт. Это вот морская капуста. Котлетки можно спокойно, знаете, в руки вот брать. Они получаются хрустящие. И вкус рыбы идёт. Чем больше у положится морской капусты или листов нори, лучше, конечно, листов нори, то вкус будет вообще, как будто поедить, вот с чем сравнить, как будто вы едите минталь. Вот. Это котлеты и до поста, для поста, то спокойно можно есть их во время поста, потому что здесь не надо ни яиц, здесь не надо ни рыбы. И чисто вегетарианская еда, пожалуйста, которую можно делать постоянно. Поряно. Точно. Продолжение следует...